Добрый день! Меня зовут Рабан Юрьевич Болдырев, я кандидат исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Северного Арктического Федерального Университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы». Тема моего сегодняшнего выступления – Архангельский Север в годы правления Петра I. В ходе нашей сегодняшней встречи мы узнаем с вами, как Петровские преобразования отразились на жизни нашего региона, как повлияло на него начало Северной войны. Мы рассмотрим с вами два первых визита Петра I в Архангельск и начало строительства морского флота, как происходило Новодвинское сражение в 1871 году. Затем затронем третий приезд Петра I на север и строительство государевой дороги и завершим нашу сегодняшнюю встречу созданием Архангельской губернии и принятием герба города Архангельска. Но начнем нашу сегодняшнюю лекцию мы из Москвы, где после прихода к власти царевны Софьи Петр Алексеевич Романов оказался временно неудел. Проживал он в подмосковных селах Преображенское, Семеновское и Измайлово. И вот однажды, облазивая амбары, находившиеся на берегу Измайловского пруда, он чудом наткнулся там на ботик, принадлежавший его отцу, царю Алексею Михайловичу Романову. Молодой Петр очень интересовался морским делом, и ему захотелось опробовать этот ботик в деле. По его приказу ботик сначала спускают в пруд измайловский, но размеры пруда были слишком скромными для того, чтобы можно было всерьез разогнаться на этом ботике. Затем, по приказу царевича, ботик спускают в речку Яузу, которая оказалась ненамного больше измайловского пруда, и затем переносит испытания ботика сначала на Плещеево озеро вблизи города Переславль-Залесский, но озеро мелководное, озеро тоже не очень большое. Раздосадованный Петр в немецкой слободе на какую говорит о том, что не может он насладиться мореплаванием, как ему хочется на самом деле. И тогда иноземцы, проживавшие в немецкой слободе, посоветовали Петру Алексеевичу обратить свой взор на Архангельск. Однако внимание царя к Архангельску было связано не только с его юношескими идеями испытать себя в деле мореплавателя, он был еще и государственным деятелем. Петр понимал, что Россия никогда не станет великой державой, пока не получит собственный выход к Балтийскому морю. Дело в том, что в конце 17 века территория России была отрезана двумя державами, Речью Посполитой и Шведским королевством от побережья Балтийского моря. Все побережье принадлежало либо Речи Посполитой, либо шведам. На всех пограничных и таможенных пунктах, которые были в портах Нарва, Ревель, Пярну, Рига, шведские таможенщики обыскивали все суда, перевозившие грузы, предназначенные для русского царства. И если эти грузы признавались стратегически важными, если это было оружие, боеприпасы, какая-то еще амуниция, которая могла бы усилить русскую армию, то ввоз дальнейших этих грузов на территорию русского царства запрещался. Точно так же фильтровали и всех иностранцев, желающих попасть на территорию русского царства, потому что ни Польша, ни Швеция не были заинтересованы в укреплении обороноспособности России. Поэтому не пускали до территории нашего государства специалистов по военному делу, ведущих инженеров, специалистов по производству различных видов вооружения. Но для того, чтобы ногою твердой стать при море, говоря словами Александра Сергеевича Пушкина, России необходим будет и собственный военный флот. Для того, чтобы укрепить экономику России, поднять ее международный престиж, требовалось развивать собственную внешнюю торговлю, а значит и иметь свой собственный торговый флот. И вот, исходя из всех этих идей, 4 или по современному стилю 14 июля 1693 года, Петр покидает столицу и вместе со своей свитой, насчитывавшей около 100 человек, отправляется в путь. Пусть вас не вводит заблуждение цифра, кажущаяся большой. 100 человек в реалиях конца 17 века – это очень небольшое количество сопровождающих. Дело в том, что придворный этикет и церемониал был очень сложным в русском царстве. Царь в буквальном смысле слова не мог ступить никуда своей ногой, чтобы его не сопровождало огромное количество придворных. Должности свои они передавали по наследству, страшно гордились тем, что входят в ближайшую свиту государя, поэтому царский поезд, в том случае, если царь отправлялся куда-то надолго из столицы, будь то богомолье или охота, мог насчитывать до нескольких тысяч человек. Поэтому раз Петр отправляется в путь, беря с собой всего лишь около 100 человек, это фактически он отправляется с частным визитом, а не как государственная персона первого ранга. До Вологды изначально ехали на карете, а там в Вологде пересели на специально построенные для этого семь стругов, и дальше сначала по реке Суханье, а потом по северной двине держат путь на Архангельск. Петр никуда не торопится, вы видите, что путешествие не самое длинное на самом деле, заняло у него больше 20 дней, только 28 июля или по современному стилю 7 августа 1693 года царь и его свита прибывают в Холмогоры. К приезду государя на север очень сильно готовились, в Холмогорах его встречает лично архиепископ холмогорский Ивашский Афанасий. К приезду царя в Архангельске спешно строят государеву яхту, которая получила название Святой Петр, потому что Петр не скрывал, что он собирается опробовать себя в морском деле и не только плавать по северной двине, но обязательно выйти в Белое море, поэтому яхта для этого была необходима, яхта была вооружена пушками не столько для защиты от чьего-либо нападения, сколько, опять же, наличие оружия на борту должно было соответствовать статусу царской персоны, которая находится на этом корабле. Ну и к прибытию государя на Масеевом острове, на самой окраине тогдашнего Архангельска, рубятся плотниками царские светлицы. Так высокопарно называлась вот эта изба, которую не иначе как дворцом именовали местные жители. От обычных деревенских строений царские светлицы отличали разве что очень большие окна. Такие окна нетипичны для северной архитектуры, построенной по принципу максимального энергосбережения. Чем больше размер окна, тем больше потери тепла в этом доме. Но царь, как вы видите, приезжал летом, когда можно было не заботиться об отоплении. Ну и чтобы больше было света в этом помещении, чтобы это в буквальном смысле слова были светлицы, окна прорубили, сделали очень большими. И на севере не нашлось достаточного размера стекол. Их пришлось заказывать специально для того, чтобы закрыть оконные проемы одним большим куском стекла каждый. Почему именно на Масеевом острове? Город Архангельск в конце 17 века в своих размерах был гораздо скромнее нынешнего Архангельска. Граница города проходила примерно в районе нынешней улицы Логинова. А дальше начинался большой сосновый бор, поросший вдоль берега реки Кузнечихи. Это один из рукавов северной двины. И на противоположной стороне этого рукава, напротив этого лесного бора, находился Масеев остров. То есть это за пределами тогдашней городской черты. Вот так русский государь, который впервые посещал север, решил остановиться не в самом центре города, не на воеводском дворе, находившемся внутри деревянной Архангельской крепости, и не на гостиных дворах каменных, построенных во второй половине 17 века, а за пределами городской черты для того, чтобы, видимо, отойти от придворного церемониала, который иначе сковывал бы его по рукам и ногам, и для того, чтобы он мог лично принять участие во всех делах, во всех мероприятиях, которые он для себя в Архангельске наметил. 21 год. Таков был возраст Петра, когда его нога впервые ступит в Архангельск. Произошло это 30 июля по старому стилю, 9 августа по новому стилю. Встреча Петру была устроена действительно очень торжественная. Мы видим, что это первая половина августа месяца, самый разгар работы Архангелогородской ярмарки, которая имела международное значение, на которую ежегодно пребывало от 40 до 70 кораблей из Великобритании, Голландии, различных немецких земель. И вот все эти корабли выстроились в одну линию вдоль Северной Двины, стреляли из орудий, разумеется, холостыми. Это был торжественный салют, который приготовили к прибытию Петра I. Петр отвешал орудийными выстрелами с борта своей яхты. Понятно, что для 21-летнего государя, который никогда не видел таких больших рек в своей жизни, ширина Северной Двины в районе гостиных дворов составляет полтора километра. Понятно, что ни речка Яуза, ни Москва-река не шли ни в какое сравнение с шириной красавицы Двины. Царь был зачарован открывшимся действом. Он посещает иностранные купца. От Киля до Клотика в буквальном смысле слова обследует каждое торговое судно. Суда оказались ему великанами, потому что двух-трех мачтовых парусных кораблей в России никто не строил, да и царь никогда в жизни, разве только на картинке, мог видеть изображения подобных кораблей. Поэтому, несмотря на возражения архиепископа Афанасия, который предлагал царю Петру посетить с богомольем Соловецкий монастырь, вместо этого Петр выходит на своей яхте в Белое море для того, чтобы проводить караван иностранных купцов. Навигация по Северной Двине заканчивалась, и 6-го по старому стилю, 16-го августа по новому стилю царская яхта, сопровождая караван английских и голландских судов, выходит из устья Северной Двины и провожает иностранных купцов аж до горла Белого моря. Они спохватились только в районе устья реки Паной на Кольском полуострове, выходить дальше в Баренцево море. Яхта, которая не была предназначена для плавания в высоких северных широтах, конечно, это было небезопасно для жизни, поэтому яхта разворачивается обратно, отсультовав иностранным купцам напоследок. И 10-го августа по старому стилю, 20-го августа по новому стилю Петр возвращается обратно в Архангельский порт. Но не сразу государь после этого решил покинуть Архангельск. Как это часто бывает у нас, после того, как гости покинут дом, дверь за гостями закроется, хозяева начинают выяснять отношения друг с другом. Петр остается в Архангельске еще более месяца, хотя матушка царица Наталья Кирилловна и любимая супруга, первая супруга Петра I, царица Евдокия, едва ли не ежедневно бомбардировали его своими письмами, спрашивая, когда же, наконец, любимый сын, любимый муж вернутся обратно в Москву, но Петр упорно отвечает им отказом, он остается в Архангельске. Он знакомится дальше с кипучей жизнью этого торгового города, и чем больше он с ней знакомится, тем больше разочарований возникает у Петра. Все более очевидными для молодого монарха становятся проблемы русской внешней торговли. Несмотря на то, что новоторговый устав 1667 года провозглашал привилегии для русских купцов в заморской торговле, это они должны были устанавливать цены на вывозимые из России товары, реальность оказалась совершенно иной. В городе всеми делами реально заправляли иностранцы. Они являлись монопольными покупателями на русские товары и заключали между собой ценовой сговор. По какой цене, причем цена была значительно ниже той, которую хотело бы получить царское правительство, по какой цене они будут покупать русские товары, угрожая, что в противном случае они вообще ничего покупать не будут и вернутся обратно в Лондон, Бремен, Гамбург или Амстердам, так ничего и не купив. И в результате русские купцы были вынуждены идти на уступки, снижать цены, это, разумеется, отражалось на таможенных пошлинах, которые взимались с вывозимых из России товаров и причиняло ущерб нашему бюджету. Но что можно было этому противопоставить? Ведь Россия не имела собственного торгового флота. Перевозить наши товары на каких-то других судах, которые бы не контролировались иноземцами, в тот момент времени было абсолютно невозможно. И вот здесь мы видим упорный характер и дотошность Петра Алексеевича. Он сказал, что не покинет Архангельск до тех пор, пока прямо при нем, здесь, на Соломбальском острове, не будет заложена первая в России судоверфь, и на ней не начнется строительство собственного торгового флота. И вот тут и выясняется, почему именно на Масеевом острове он с одной стороны расположен напротив города Архангельска, а другой стороной он выходит к Соломбальскому острову. Это ближе всех к месту строительства первой морской судоверфи. В Архангельске основывается первое в России государственное адмиралтейство. Это предприятие, специально предназначенное, специализирующееся на строительстве военных и гражданских судов. И прямо в присутствии Петра на стапеле закладывается первые шесть кораблей для пополнения российского флота. Понятно, что ждать всю зиму строительство корабля – дело очень хлопотное, очень небыстрое, царь не мог. Поэтому архангельским воеводой он назначает друга детства, стольника Федора Матвеевича Апраксина, которому дается задание к следующей весне, к следующему запланированному визиту Петра I, закончить строительство хотя бы первых двух из этих шести заложенных Петром кораблей. Сегодня нам даже трудно представить себе, насколько сложной была поставленная царем задача. Ведь строительство кораблей подобного класса, подобных размеров на севере никогда еще не велось. Пришлось решать массу и экономических, и логистических задач, потому что для строительства кораблей необходим был лес. Но лес не сырой, а лес специально просушенный в течение длительного времени. Дальше эти бревна необходимо было доставить в Архангельск, необходимо было распилить. Но даже больших пил двуручных для того, чтобы распиливать бревна на доски, в России до Петра I не производилось. Это были пилы голландского производства. Необходимо было найти и нанять на русскую службу мастеров, которые обучили бы северян тому, как этими пилами обращаться. Далее необходимо было найти источник энергии, который будет приводить в движение эту первую лесопилку. В те времена было всего два доступных источника энергии. Это энергия ветра, а это значит, что необходимо было построить ветряную мельницу через систему зубчатых, колесных или ременных передач. Связать эту ветряную мельницу с пилами, либо это была энергия воды. Необходимо было найти речку с достаточно бурным течением, для того, чтобы можно было построить, вкустить в нее водяное колесо, привести в движение водяную мельницу, и опять же через систему передач передавать дальше энергию вращения на пилы, которые будут распиловывать лес. И сразу две таких пильных мельницы, одна ветряная на Самосеевом острове, а другая водяная в районе Кехты, были построены и начали производство досок для строительства флота. Конечно, необходимы были корабельные инженеры, люди, имеющие специальное образование, знающих архитектуру корабля, знающих все хитрости кораблестроительной науки, которые могли бы командовать русскими плотниками, которые будут работать на этой судоверфи. Лучшими мастерами в те времена считались голландские мастера. Об английских даже мечтать не приходилось. Это слишком далеко. Их нужно было доставить из Москвы в Архангельск и принять на работу в Архангельское адмиралтейство. Так что работы у Федора Матвеевича Апраксина было более чем достаточно. Необходимы были гвозди, необходимы были снасти, необходимы были канаты для такелажа, необходима была парусина для пошива парусов. Все это необходимо было либо производить на месте, организовать производство, либо придумать способы доставки из других районов русского царства. Федор Матвеевич пробудет на своей должности архангельского воеводы вплоть до 1697 года. Он проявит себя на этом посту блестящим администратором, опыт и таланты которого будут затем востребованы в других местах. В 1697 году из Архангельска он будет отправлен к новому месту службы в Воронеж, где опять же потребуются его навыки, его приобретенный в Архангельске опыт для строительства флота на Азовском и в перспективе на Черном море. Ну, как Петр и обещал, в следующем, в 1694 году, он вновь прибывает в Архангельск. Произошло это 18 мая по старому стилю, 28 мая по новому стилю. Опыт Петра научил. В прошлом году он слишком поздно приехал в Архангельск, фактически к самому концу периода навигации, поэтому здесь вы видите уже в мае месяце, едва только сошел лед на Северной Двине, Петр уже прибывает в Архангельск со своей небольшой свитой. И через два дня после его прибытия, 20 мая, в присутствии царя, был спущен на воду первый русский торговый корабль. Он получил название «Святой Павел». Следом за ним со стапеля сошел второй торговый корабль, получивший имя «Святой Петр». Каждые из этих двух кораблей были оснащены сразу 24 пушками. Но мы же только что говорили с вами, что это гражданские суда, что это торговые корабли. Зачем же на них нужны пушки? А дело в том, что в XVIII веке и в XVII веке и европейские моря, и Атлантический океан кишмя кишели пиратами. Поэтому для самообороны, для защиты от нападения неприятеля каждый торговый корабль в обязательном порядке оснащался пушками. И вот царь оказался в весьма интересном положении. Корабли есть? А экипажей для них нет. Как оказывается, полбеды построить корабль. Но для этого корабля еще необходима соответствующая команда. Найти достаточного количества российских матросов, имеющих опыт плавания в морях и океанах, и тем более управление такими большими двухмачтовыми кораблями, оказалось невозможно. Это не пишут в наших российских учебниках, но первые экипажи для первых двух российских торговых судов были наняты в Голландии. Голландцы были и капитанами, и штурманами, и боцманами на этих кораблях. Потому что опытных русских кадров моряков в те времена просто еще не существовало. Ведь это первые два торговых корабля. Дальше встает следующий вопрос. Капитан судна спрашивает, а какой флаг поднимать на корабле? Ведь когда корабль находится в открытом море, как его отличить от пиратского корабля или корабля-неприятеля? Необходимо обозначить свою государственную принадлежность. И здесь же, в Архангельске, Петру пришлось разрабатывать внешний вид государственного русского флага. Посмотрев на голландские корабли, многочисленные, стоявшие вдоль набережной Северной Двины, он решил поменять местами полоски голландского флага. Вы помните, что флаг Голландии. Вверху красная полоса, в середине белая, внизу синяя. Петр предложил красную полосу закрепить в самом низу. И так появился знаменитый русский триколор. Бело-сине-красные флаги были подняты над этими первыми двумя торговыми кораблями. И плюс в Европе был закуплен корабль сопровождения, голландский фрегат. Над нем тоже подняли русские флаги. И корабли были готовы для того, чтобы отправиться в свое первое заморское плавание. Их загрузили самыми дефицитными русскими товарами, которые гарантированно могли найти сбыт в Западной Европе. И царь дал приказ держать курс на Францию. 3 августа, оно же 13 августа по новому стилю, 1694 года, первые русские корабли вышли в море вместе с восьмью иностранными судами и взяли курс на Европу. К сожалению, до места назначения ни один из этих кораблей не добрался. Царь не учел сложную геополитическую ситуацию, которая в это время была в Западной Европе. Между Голландией и Францией разразилась война, а корабли шли в море с голландскими экипажами. Французы никогда в жизни не видели русских флагов. И когда перед французским портом появилось три вооруженных русских судна, французы бросили на перехват этих кораблей свою эскадру. Корабли были захвачены в плен. В плен попали все голландские экипажи этих кораблей. Французы решили, что перед ними голландцы, пытавшиеся атаковать французскую территорию. Все товары, которые находились на кораблях, были конфискованы и пошли в доход французской казны. Ну а два конфискованных судна торговых пошли дальше во французские колонии, расположенные в Латинской Америке. И обратно в Россию ни один из этих кораблей уже не вернулся. Для Петра это был очень жесткий урок. Стало понятно, что если ты хочешь рассчитывать торговать на равных Западной Европой, то помимо торгового флота нужно параллельно строить военно-морской флот. Таким образом, ты можешь обозначить присутствие российского флага на всех морях и океанах, проецировать свою военную силу на все территории на земном шаре, чтобы никто больше не посмел перехватывать в море наши торговые суда и безнаказанно захватывать находящийся на них груз. Но Петр не сразу покидает Архангельск. Как он и обещал в свое время архиепископу Афанасию, он решил выйти в море и отправиться на богомолье на Соловецкий монастырь. На своей яхте, Святой Петр, сохранившейся с прошлого года, Петр выходит в Двинскую губу и держит курс по направлению к Соловецкому архипелагу. И вдруг, в первых числах июня 1694 года, яхта попадает на Белом море в жесточайший шторм. Волнами и ветром яхту понесло прямо на подводные камни, расположенные в районе Унских рогов. Команда на борту яхты растерялась, ведь это было их первое настоящее морское плавание. Первый шторм, который они испытали на море, Петр оказался тоже в растерянности. Он стоит перед штурвалом, но не знает, как управлять кораблем, который все ближе и ближе несет по направлению к скалам. Спас царя и всех его приближенных северный лоцман Антипа Тимофеев. Он отстранил в сторону царя, перехватил штурвал и управление судном на себя и вывел его в безопасные воды возле Пиртаминского монастыря. Причалили к берегу. В память о своем спасении Петр собственноручно сделал и установил на берегу возле Пиртаминского монастыря вот этот вот крест. Он сохранился вплоть до настоящего времени. Как важная реликвия, изготовленная руками самого государя-императора Петра I, после того, как в Архангельске будет построен Свято-Троицкий кафедральный собор, крест перенесут из Пиртаминского монастыря в Архангельск, и он будет храниться в кафедральном соборе как уникальная реликвия и святыня. После того, как в 1929 году Свято-Троицкий кафедральный собор будет отнят у верующих, а затем взорван, архангельские музейщики спасут этот крест, укрыв его в своих фондах. В настоящее время крест, изготовленный Петром, демонстрируется в постоянной экспозиции, посвященной Петру I в Архангельском краеведческом музее. И после совершения богомолья, после счастливого возвращения обратно в Архангельск, Петр прощается с нашим городом и считает, что больше никогда в этот Архангельск он уже не вернется. Хлопот и забот у государя появляются более чем. В следующем, 1695 году, начинаются знаменитые Азовские походы. Сначала первый поход 1695 года, окончившийся неудачно. Затем второй поход 1696 года, в ходе которого Азов был взят, и Россия получила выход к Азовскому морю. Там начинается в Воронеже строительство первого русского военно-морского флота Азовской флотилии. Основывается город-крепость Таганрог на берегу Азовского моря. Затем Петр отправляется в Великое посольство в 1697-1698 годах. Ну где же тут ему упомнить об Архангельске? Но город наш умеет напомнить себе российским правителям в самую критическую минуту истории нашей страны. Так случалось не раз. Так случилось и во время Второй мировой войны. До этого то же самое происходило в годы Первой мировой войны. А еще раньше в годы Крымской войны. А до этого в Наполеоновскую эпоху, в годы Наполеоновских войн. Так вот впервые стратегическое значение Архангельска Петр осознает в связи с началом Северной войны. Но еще до этого, в 1700 году, как говорят фонды Государственного архива Архангельской области, Петр вновь обратился к судостроению на Севере. Из документа «Жалованная грамота царя Петра Алексеевича, Осипу Андреевичу и Федору Андреевичу Божениным ольготом в судостроении». Документ датирован вторым, или по современному стилю, 12 февраля 1700 года. Пожаловали по именному нашему великого государя указу их, Осипа и Федора. Повелели им в очине своей у водяной пильной мельницы для отпуска от города Архангельского за море русских указных товаров, корабли и яхты строить иноземцам и русским монастырям, вольнонаемным из своих пожитков, и на те корабли и яхты для морского хождения шкиперов и штурманов и матросов за свой счет принимать и держать им свободно, и от того корабельного дела тех людей, боярам нашим и воеводам и бурмистрам, к иным делам никуда отнюдь не отнимать. А на которые корабли и яхты будут у них готовности, и в то время им на тех своих кораблях на море указали мы, великий государь, держать для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых и наземных кораблей, а с корабельных припасов, которые к тому корабельному делу будут у них вывезены из-за моря, пошлин с них не брать и в наши великого государя службы их не выбирать и в посылки посылать не указали. И по этой нашей грамоте им, Осипу и Федору, пожелательному их к нам усердному родению, в корабельном строении, во всяких к тому строению делах, вольность иметь и к тому делу всяких чинов людей, держать им за свой счет свободно, без всякого запрета и от воевод помех, и от бурмистров, против нашего указанного, нашего великого государя именного указа, чтобы на то, смотря иных всех чинов люди, в таком же усердии нам, великому государю, нашему царскому величеству, служили и родение свое объявляли. О чем свидетельствует нам этот документ? Что нам известно о купцах Бажениных, о которых упоминает эта царская грамота? Осип и Федор Баженины были русскими промышленниками, которые завели, и купцами, которые завели пильную мельницу и судоверфь в деревне Вавчуга, находившихся напротив холма гор. Они были произведены царем в корабельные мастера и именитые купцы гостиной сотни. Произошло это в 1700 году. Строили на своей верфи военные и купеческие корабли. Федор Баженин стал главным судостроителем Архангельского адмиралтейства. В чем была причина и цель этой жалованной грамоты? Каких результатов ожидал царь от Бажениных? Поводом для написания грамоты стала жалоба самих купцов на то, что их постоянно отвлекают от кораблестроения исполнением неоплачиваемых общественных должностей. Так, например, Осипа Баженина избрали бурмистром в Коле, и это требовало постоянных командировок, причем осуществляемых купцом, за свой собственный счет, и, разумеется, управлять судоверфью, заниматься купеческим делом, ему становилось абсолютно некогда. Какие привилегии получили оба купца по этому документу? Им разрешили строить корабли для русских иностранных заказчиков, свободно нанимать за свой собственный счет шкиперов, то есть капитанов, штурманов и матросов. Было запрещено отвлекать их на исполнение различных общественных должностей. Кроме того, им разрешалось иметь пушки и порох, в документе он назван словом «зелье», для защиты своих кораблей от неприятельных. Разрешалось беспошлино ввозить из-за границы все необходимое для строительства своих кораблей, свободно нанимать на свой счет работников на судоверфь, рубить лес для строительства кораблей в Двинском, Каргопольском и Вашском уездах. Ну и царям гарантировалась защита их от помех со стороны различных представителей царской администрации, со стороны воевод и со стороны бурмистров, управлявших городами. Так вот, заставит вспомнить царя об Архангельске, начавшаяся в 1700 году Северная война. Война началась со знаменитой Нарвской конфузии, когда 34-тысячная русская армия была разбита значительно меньшими шведскими войсками под руководством самого шведского короля Карла XII. Армия сдала неприятелю, как мы видим на этой картине, все свои знамена, было потеряно 153 орудия, брошены ружья, сабли, пики, и солдаты, фактически, ну едва ли ни в чем мать родила, в оборванной одежде, в разорванной обуви добежали до Новгорода. Встречавший их в Новгороде царь констатировал, люди есть, армии нет. Потому что то, что предстало перед его глазами, это, конечно же, не армия. Толпа полураздетых людей, потерявших все свое вооружение, эту армию необходимо было не только обучать военному делу заново, но необходимо было еще и перевооружить. И вот тут выясняется неприглядная картина. Оказывается, большая часть всего вооружения, боеприпасов и даже обмундирования для солдат в российском царстве не производилась и ранее завозилась из-за границы. Крупнейшим поставщиком железа в Россию в конце XVII века была Швеция, которой Петр I как раз и объявил войну. А теперь в условиях идущих военных действий Балтийское море стало полем сражения. Ни один купеческий заморский корабль через Балтийские порты, через Нарву, через Ригу, через Ревель, нынешний Таллин, попасть в Россию не смогут. И нужно было искать альтернативные маршруты поставки, оружия, боеприпасов и обмундирования в нашу страну. Это и вынудило вспомнить Петра об Архангельске. Через Архангельск в 1700-1717 году в Россию было ввезено огромное количество вооружения. Более 138 тысяч ружей, 27 тысяч пар пистолетов, более 322 с половиной тысяч клинков, более 630 мортир. Это орудия, способные вести огонь по навесной, а не по настильной траектории. Они были способны перебрасывать свои ядра через крепостную стену для того, чтобы уничтожать живую силу противника, уничтожать оружейные склады, пороховые погреба, находящиеся за крепостной стеной неприятеля. То есть они были незаменимы для ведения осад. Помимо оружия, сюда поставлялись и другие материалы – порох, свинец, медь, обмундирование. Разумеется, русская промышленность тоже начала производить оружие, но в размерах, явно недостаточных для переоснащения нашей армии. На полную мощь русские оружейные заводы заработают уже после 1710 года. А вплоть до 1710 года большая часть его вооружения, которым была вооружена армия Петра I, была иностранного производства и была завезена в нашу страну именно через Архангельский порт. На этом графике, очень похожем на кардиограмму, мы видим с вами количество иностранных судов, прибывавших в Архангельский порт с 1700 по 1717 год. Мы видим, в довоенном 1700 году в Архангельск прибыло 64 корабля, а уже в следующем, в 1701 году, их количество возросло до 106. В 1702 году уже 149 кораблей. Максимальный рекорд будет поставлен в 1715 году, когда в Архангельский порт летом прибудет 230 английских, голландских и германских торговых кораблей. Разумеется, они перевозили не только военные грузы, но военное снаряжение, военная техника, пушки, оружие, боеприпасы к ним, они были одной из самых главных грузов в номенклатуре товаров, которые тогда ввозились через Архангельск. Вдумайтесь, вплоть до 1710 года. Это означает, что в знаменитом сражении под Полтавой, которое стало перелобным в ходе всей Северной войны, большая часть всего оружия, которое с нашей стороны стреляло по шведам, было оружием иностранного производства и ввезенным именно через Архангельск. С 1710 года количество закупаемых и ввозимых через Архангельск военных грузов начинает стремительно сокращаться, но все еще оставаться достаточно значимым. Резко ужесточилась государственная приемка этого оружия в Архангельском порту, потому что теперь мы стали производить свое собственное вооружение, поэтому к иностранному оружию стали относиться придирчиво. Если видели какие-то неполадки, какие-то недоделки, то оружие возвращалось обратно производителю без какой-либо оплаты. Принимать негодное оружие, принимать негодные мортиры наша государственная приемка отказывалась. И вот такое большое количество оружия, ввезенного на территорию страны, позволило Петру Первому в уставе воинском, это важнейший документ, который регламентирует всю жизнедеятельность армии как единого механизма, установить очень жесткие сроки обновления вооружения в русской армии. Раз в пять лет армия должна была полностью перевооружаться на новое оружие. Таких темпов перевооружения ни русская армия в те годы еще не знала, не знала таких темпов, и противостоящая нам армия шведская. Но, разумеется, роль Архангельска оценили не только сами русские, но оценили и наши враги. Об этом стало известно в Швеции. И шведский король, Карл XII, 7-го по старому стилю, 18-го по новому стилю, июня 1701 года отправил из Гетеборга на север России специальную военную эскадру, состоящую из семи боевых кораблей с отрядами морской пехоты на борту. Эта эскадра должна была захватить и уничтожить Архангельск. Время было выбрано Карлом XII как нельзя более удачно. Середина лета. Прибытие эскадры в Архангельск ожидалось в начале июля. Как раз середина навигации и период работы Архангела Городской международной ярмарки, когда вдоль берега Северной Двины будут пришвартованы все иностранные суда, а на предыдущем слайде мы видели с вами на графике, что их количество должно было резко возрасти. Гоняться по морю за отдельными иностранными транспортами, перевозящим оружие и боеприпасы в Россию, было делом фактически бессмысленным. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. А вот нанести удар на Архангельск, когда все эти корабли пришвартованы к берегу, это казалось беспроигрышным ходом. К счастью, наша разведка сработала на опережение. Шведские планы были вскрыты, и информация об этом поступила к Петру I заблаговременно. Поэтому к прибытию шведской эскадры в Архангельске будут готовиться. Еще до выхода эскадры врага из Гетеборга на правом берегу корабельного рукава Северной Двины в 15 верстах к северу от Архангельска началось строительство новой четырехбастионной каменной Новодвинской крепости. Она получит название Новодвинской как антитеза старой крепости, Архангелогородской деревянной крепости, по сути дела больше напоминавшей деревянный острог, стоявшей на берегу Северной Двины рядом с каменными гостинами дворами. Крепость была обследована, признана была фактически негодной. Противостоять эта крепость иностранной эскадре в течение длительного боя просто не могла. И самое страшное, что причалы для иностранных кораблей находились ниже по течению Северной Двины, чем располагалась старая Архангелогородская крепость. Защитить эти корабли от нападения неприятеля она была не в состоянии. Поэтому потребовалось строительство новой крепости, расположенной непосредственно в том месте, где Северная Двина впадает в Двинскую губу. Строительство велось по чертежам немецкого инженера на русской службе Георга Эрнеста Резе. Он был направлен на службу к Петру Первому Бранденбургским курфюрстом Фридрихом Третьим еще в 1696 году и блестяще проявил себя во время осады Азова. С того времени в России его звали по-другому Егор Резен. Он и стал иностранным военным инженером на русской службе. Вот он должен был построить эту самую четырехбастионную крепость на берегу Северной Двины. Но одно дело иностранный военный специалист, а другое дело администратор, который организует все эти работы. Организацией работ ведал еще один сподвижник Петра Первого Сильвестр Петрович Иевлев. Он был специально прислан из Москвы для того, чтобы руководить всеми строительными работами. Ведь дело это было не шуточное. Требовалось около двух миллионов кирпичей для того, чтобы выложить стены и бастионы крепости. Для этого требовалось огромное количество рабочей силы. Ведь в те времена никаких экскаваторов, никаких грузовиков, самосвалов не было. Все работы предстояло осуществлять вручную. И, конечно же, здесь мы должны вспомнить еще одну выдающуюся фигуру. Архиепископа Афанасия Холмогорского-Иважского. Ему принадлежало огромное количество земель и огромное количество церковных и монастырских крестьян, расположенных в северных уездах нашей страны. Теперь монастырские трудники, теперь монастырские и церковные крестьяне Холмогорского архиерейского дома были направлены на эти самые строительные работы. Именно прибытие такого большого количества рабочей силы позволило ускорить темпы возведения крепости. Но шведская эскадра все ближе и ближе приближалась к Архангельску. Войдя в Белое море у острова Сосновец, шведы захватывают в плен промысловое судно кормщика Ивана Ермолаевича Седунова, более известного нам по его прозвищу Рябов. Ослушавшись строжайшего указа Двинского воеводы, запрещавшего выход в море любым судам летом 1701 года, Рябов вывел свой корабль на промысел. Мы можем понять этих людей, потому что для них море – наше поле. Без морского промысла деревни, расположенные вдоль берегов Белого моря и Баренцева моря, были обречены на голод, потому что заниматься там хлеборобством было невозможно. Они должны были заготовить рыбу, обменять ее на архангелогородской ярмарке на необходимую им муку, и это гарантировало выживание семьям этих рыбаков в зимний период. И вот одно из таких промысловых судов, ослушавшись приказа, вышло в море и было захвачено неприятелем. У острова Мудюк шведами также были захвачены в плен начальник военной заставы и переводчик Дмитрий Борисович Попов и солдаты, выехавшие с острова на Карбасе для осмотра иностранных судов, которые показались им подозрительными. Шведы решили сначала взять строящуюся новодвинскую крепость, перебить ее гарнизон, а уже затем идти непосредственно на Архангельск. Но поскольку в устье Северной Двины все навигационные знаки, все вехи были заранее русскими сняты, было опасно вот так вот наобум идти всем семи боевым кораблям, поэтому был сформирован переводовой отряд, состоящий только из трех кораблей, одной шнявы и двух галлиотов, с морской пехотой на борту. Вот именно им отводилась задача штурма новодвинской крепости. 25 июня по старому стилю, 6 июля по новому стилю 1701 года шведские корабли подошли к недостроенной крепости. К тому времени был готов только один бастион, стоявший непосредственно на входе в Северную Двину. Именно он будет принимать участие в артиллерийской дуэли. Шведские корабли в разгар боя сели прочно на мель, причем на мель они сядут носом к берегу, что затруднит введение для них ответного огня. Вообще-то шведы имели подавляющее преимущество в артиллерии. Но если бы корабли были развернуты бортом к берегу, они могли бы вести огонь сразу половиной всех орудий, которые имеются на борту. Но неудача шведов заключалась в том, что их корабли стояли носом крепости, а на носу у каждого из кораблей находилось максимум по два орудия. И в результате превосходство в артиллерии перешло на сторону обороняющихся. Бой продолжался 13 часов. Два шведских корабля были разбиты. Одному кораблю в условиях начавшегося прилива удалось сняться с мели и бежать обратно к оставшимся кораблям своей эскадры. Таким образом, сражение у стен Новодвинской крепости стало первой победой России над шведскими кораблями в Северной войне. Еще один архивный документ свидетельствует нам о том, как происходило строительство Новодвинской крепости. «Июля на 20-е число выбиты будут стены на треть, а тому строению великая остановка учинилась от ратного воинского дела, потому что городки и шансы земляные делали все того каменного строения работные люди. И на иные устья в работу браны были те же люди, и у ковки цепи были, и бревна платили, что к тем цепям будет плод, и во время боя с неприятелем у пушек стояли они же, работники. А если бы тех лишних работ не было, то в той крепости башенные и городовые стены были бы все июля на 20-е число сваями набиты наготово. А каменщикам и иным работникам, возрастным людям, от свайного бою и от носки камней, и от земляной копки дается найму по 10 денег на человека на день. А малым ребятам, которые изо рва воду вычерпывают и глину, и камень в бут носят, дается по 6 денег человеку на день. А которые крестьяне черносочных властей с вытного числа к тому делу присылаются, и те крестьяне вместо себя нанимают работать вышеписанных же работных людей, а найму дают по полтине и по 20 алтын и по 8 гривен на месяц. И те крестьяне, отдав деньги, от той крепости отходят к себе по домам, а у крепости они не работают, а наемщики их произвольно тех крестьян именами подписываются и на смотре называются. И живучи сверхнаемных денег, они, наемщики, берут себе корму по 10 денег на день, а завтраки бывают работникам в 6 и в 7, а обеды в 12 и 13 часах. И то после доклада их работников к стольнику и к инженеру. И от тех непостоянных завтраков и обедов тому делу великая помеха и остановка чинится, а стольник и инженер тех завтраков и обедов в указанные часы определить не смеют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, о чем поведал нам этот документ? Какие события замедлили ход строительства? Строительство крепости задержалось как раз из-за Новодвинского сражения, происходившего у стен еще не достроенной крепости. Мы видим фразы «Не будь того дела, то башенные и городовые стены были бы сваями набиты». Строительство также привлекались и к возведению временных укреплений в связи с подготовкой к прибытию шведской эскадры. Мы видим фразу «Городки и шансы земляные делали» и «К участию в самой битве» «У пушек стояли». Какие категории крестьян были привлечены к строительству? Мы видим, что помимо профессиональных каменщиков и рабочих в сооружении крепости принимали участие дети, малые ребята изо рва воду вычерпывают и глину и камень в бут носят, и черносочные крестьяне, которые отрабатывали тем самым свои подати с вытного числа. Почему черносочные крестьяне нанимали вместо себя других работников? А связано это со временем года, когда проводились земляные работы. Крепость строилась в весенний и летний период, и черносочные крестьяне предпочитали нанимать вместо себя других работников, платя им по 50, 60 и даже 80 копеек в месяц. Для сравнения, от государства работники получали по 5 копеек, а дети по 3 копейки в день. Это было связано с тем, что крестьянам необходимо было заниматься весенними и летними полевыми работами, а если они жили на берегу Белого моря, то им необходимо было выходить на промысел морского зверя и на добычу рыбы. А это грозило им остаться на зиму голодными. Поэтому выгоднее было нанять вместо себя других людей, которые их именами отчитывались при всех перекличках, а самим возвращаться к привычным для себя сельскохозяйственным и рыболовным занятиям. Стревоженный Петр, конечно, обрадовался, что сражение было выиграно, но считал, что на следующий год шведская эскадра может прийти к Архангельску вновь, но уже в гораздо большем числе. Поэтому в 1702 году, получив известие о том, что вроде как шведы снова собираются нападать на север 30 мая по старому стилю, 9 июня по новому стилю, царь снова приезжает в Архангельск в незапланированный изначально третий раз. На этот раз он взял с собой не просто большую свиту, а он взял с собой пять батальонов гвардейцев, что составляло свыше четырех тысяч солдат. Мы только что видели с вами из документа, что нападение шведов в 1701 году, помимо профессиональных солдат, отражали обычные строители крепости. Если шведы придут в большем числе и лучше подготовившись, то силами местного гарнизона и силами строителей отбить нападение будет уже невозможно. Поэтому царь взял с собой элиту, гвардейские полки, которые должны были дать достойный отпор неприятелю. Ждут на протяжении всего лета, шведская эскадра у стен Архангельска так и не объявляется, и тогда Петр задумывает новый маневр. Мы видим, как следовали царские войска к Архангельску, выходят в море 6 по старому, 17 августа по новому стилю, с большой эскадрой, на которой поместились все четыре тысячи солдат, орудия, боеприпасы, запасы продовольствия, и отбывают сначала к Соловецкому монастырю, а уже оттуда поворачивают к поморскому берегу Белого моря, и высаживаются на берегу недалеко от села Нюхча. К этому времени по приказу царя здесь была выстроена всего за 20 дней знаменитая государева дорога. Это просека по почти непролазным болотам и лесам длиной в 160 верст или 173 километра от пристани Нюхчи до Повенца на северном берегу Онежского озера. Заблаговременно в Повенце, Пудыже и Ладейном поле на реке Свирь начинается строительство речных судов, чтобы дальше эти гвардейцы вместе с оружием и боеприпасами могли бы пересесть на речные суда и дальше пуститься в плавание по берегам Онежского озера к тому месту, где из этого озера вытекает река Свирь, а дальше уже по реке Свирь выйти в озеро Ладожское и снезапно обрушиться на шведскую крепость Нотебург, стоявшую на небольшом Ореховом острове в том месте, где река Нева выптекает из Ладожского озера. Крепость Нотебург считалась неприступной и была ключом к Балтийскому морю. Русского нападения с этой стороны шведы не ожидали. В ходе жесточайшего боя шведская крепость была взята и переименована Петров в Шлистельбург. Ключ город, это действительно ключ к Финскому заливу, ключ к выходу к Балтийскому морю. Существует в народе предание, что якобы по этой государевой дороге перетаскивались и два малых фрегата с Белого моря в Ладожское озеро. Предание это настолько вдохновило местных архангельских художников, что они даже нарисовали картину под названием «Перевод малых фрегатов курьер и святой дух по государевой дороге», но никакими архивными документами и даже самим здравым смыслом фрегат это огромный корабль водоизмещением до полутора тысяч тонн, а учитывая, что корабль делается из дерева, вес самого фрегата от 400 тонн и выше, перетащить волоком такие огромные корабли по просеке проложенной и по гате проложенной по болоту было бы абсолютно невозможно и даже не нужно. Я вам только что сказал, что заблаговременно на Онежском и Ладожском озере уже были подготовлены суда для Петровской экспедиции. Но самое главное, что окно в Финский залив, окно в Балтийское море было прорублено, и на этом, собственно говоря, интерес Петра к Архангельску во многом пропадает. Вновь он возвращается к нашему городу 18 декабря 1708 года, когда проводит свою знаменитую губернскую реформу. В ходе этой реформы вся территория России была поделена на 8 губерний, и наши северные земли оказались поделены между тремя губерниями Ингер-Манландской губернией, позднее она будет переименована в Санкт-Петербургскую, Архангелогородской губернией и Сибирской губернией. Каждая губерния в свою очередь делилась на несколько провинций, так Архангельская губерния была разделена на Двинскую, или иначе ее еще называли Архангелогородской, Великоустюшскую, Вологодскую и Галецкую провинцию. Мы видим с вами, что по площади Архангелогородская губерния была крупнейшей в европейской части России. И она охватывала почти всю территорию нынешней Архангельской области, а помимо нее еще весь Ненецкий автономный округ, ну это называя современными названиями, территорию Республики Коми, часть территории Республики Карелия, всю нынешнюю Мурманскую область, Вологодскую область, часть Кировской и даже Костромской областей. Вот такая гигантская губерния была образована на Европейском Севере и получила имя нашего города. В указе об устройстве губерний и об определении воны правителей 29 мая по старому стилю, 9 июня по новому стилю 1719 года по губерниям были расписаны все города, все крупнейшие населенные пункты, причем документ строго фиксировал количество дворов, находящихся на территории каждого из уездов, отписываемых к той или иной губернии. Какие выводы мы можем с вами сделать из анализа этого документа? Мы обратим с вами внимание, что губернская реформа Петра была не столь радикальной, как последующая реформа Екатерины II, потому что почти все уездные центры на севере совпали с таковыми же, которые существовали в 17 веке. Уезды, по сути дела, были просто переименованы в новые административные единицы дистрикты. Провинциальными центрами стали Архангельск, Вологда, Великий Устюг и Галич. Это были самые центры, самых многолюдных уездов, находившиеся на пересечении важнейших транспортных коммуникаций и прежде всего рек. Если мы сравним эти провинции по площади и по численности населения, то мы обнаружим, что по площади территории самой крупной была Архангелогородская провинция, а вот по численности населения она находилась на последнем месте. Устюжская провинция, вторая по площади и третья по численности населения. Вологодская, третья по площади и вторая по численности. Галичская же, самая маленькая по размерам и самая густонаселенная. Плотность населения напрямую зависела от пригодности данной территории для занятия земледелием. Почему такое большое внимание в документе об учреждении губерний уделялось количеству дворов? Дело в том, что до 1723-1724 годов в России существовало подворное налогообложение. То есть каждый двор был единой единицей, с которой взимались налоги. Поэтому так тщательно фиксировалось, что в Архангелогородской провинции 15239 дворов, в Устюжской 16710, в Вологодской 27800, а в Галичской 31475 дворов. Потому что дальше это напрямую конвертировалось в сумму, которую население данной провинции уплачивало в государственный бюджет. Еще на что мы обратим внимание. Мы видим, что две из четырех провинций ближе расположены к берегу моря, но они наименее густонаселенные. А вот две абсолютно сухопутных провинции, Вологодская и Галичская, они были приписаны к Архангелогородской губернии, потому что давали деньги, необходимые на содержание флота. Вообще вся реформа губернская Петра была напрямую заточена на содержание армии и флота. Три провинции, это Ингерманланская, Архангелогородская и Азовская, отвечали за строительство Балтийского и Азовского флотов. Поэтому к ним обязательно приписывали те уезды, в которых было достаточное количество древесины для строительства флота и достаточное количество дворов, которые могут профинансировать строительство этого флота. Оставшиеся пять губерний отвечали за снабжение сухопутной армии. Официальным руководителем края были назначаемые правительством губернаторы, которым подчинялись губернские канцелярии и первым архангелогородским губернатором в 1708-1711 годах был князь Петр Алексеевич Голицын, который до этого долгие годы занимал должность двинского воеводы. Ну и раз теперь у нас есть прямая зависимость между содержанием армии и населением определенной территории, то было решено переименовать полки русской армии, назвать их в честь тех уездов, которые давали деньги на содержание этой армии. Так в русской армии появляется архангелогородский полк. И на флаге этого полка, мы видим с вами на слайде, образец полкового знамени 1712 года, было приказано вышить золотыми нитями герб города Архангельского. Правда, выглядел он не совсем так, как нынешний герб. Архангел Михаил изначально восседал на коне и поражал копьем дьявола, но возникала заметная визуальная путаница. Такой герб был очень похож на герб Москвы, где на коне восседал Георгий Победоносец, только поражал он не дьявола, а змея. Поэтому геральдмейстер Франциск Санти в 1717 году внес изменения в дизайн герба, убрали лошадь, архангел спешился и теперь стал сражаться пешим порядком с дьяволом. И именно в таком виде герб города Архангельска был окончательно утвержден указом императрицы Екатерины II 2 или 13 октября 1780 года. Итак, в ходе нашего сегодняшней встречи мы ответили с вами на вопросы, как петровские преобразования сказались на развитии нашего региона. Мы увидели, что в 1693 году в Архангельске была основана первая в России судоверфь, на которой строили и военные, и торговые корабли. Через Архангельск в годы Северной войны в Россию доставлялось оружие, боеприпасы и обмундирование, что сыграло важную роль в оснащении русской армии. В 1701-1705 годах в устье Северной Двины была построена Новодвинская крепость, надежно защитившая на века вперед Архангельск от неприятельских нашествий. И у ее стен 25 июня по-старому, 6 июля по-новому стилю 1701 года была одержана первая победа над шведами. И, наконец, в 1708 году на карте нашей страны впервые появилась Архангелогородская губерния, названная в честь города Архангельска. Спасибо большое за ваше внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова